Голосовой поиск стал частью повседневной жизни. С ним мы быстро получаем ответ на вопрос, строим маршруты, находим товар, заказываем такси. Особенно он актуален для людей, которые большую часть времени используют телефон, а не компьютер. У каждой крупной экосистемы или поисковика есть виртуальные помощники, а компании, учитывающие особенности в голосовых запросах, могут получать больше клиентов. Смотрите видео о том, как продвинуть сайт в голосовом поиске. Алиса, Маруся, Салют, Сири, всем привет, меня зовут Сергей Карпухин. У кого сработало, пишите, проклейте в комментарии. Голосовой поиск, он же Voice Search, технология распознавания речи, которая переводит устный запрос пользователя в текст, обрабатывает его и передает поисковым роботам, а затем выдает результат. Чтобы отобрать подходящие ответы на пользовательский запрос, используются функции искусственный интеллект. Существует множество голосовых помощников, через которые происходит речевой набор текста. Алиса, Сири, Маруся, Салют, Олег и другие. Обычно программное обеспечение активируется фразой, например, «Окей, гугл» или обращением «Алиса, какой прогноз погоды на завтра». Голосовой поиск работает на множестве устройств и операционных систем, на Android, iOS, Windows и т.д. Настройка и использование голосового набора очень просты, поэтому число пользователей функций увеличивается с геометрической прогрессией. Ожидается, что к 30-му году объем рынка голосовых помощников вырастет до 26 миллиардов долларов. Благодаря умным колонкам технология обосновалась в повседневной жизни. Разработчики не собираются останавливаться. Например, алгоритма Hummingbird и компании Google помогает поисковым системам лучше понимать нестандартные запросы, сложные фразы и невнятную речь. По мере расширения возможностей голосового ввода компании должны адаптироваться под современные реалии. Почему голосовые запросы так популярны? Устно люди точнее формулируют вопросы, чем письмены. Формулировки получаются развернутыми, поэтому поисковые системы выдают более качественный результат. Людям легче общаться с помощью слов, а не излагать мысли в виде текста. Поэтому устные запросы более естественны. Голосовой ввод доступен не только при непосредственной близости к устройству. Можно быстро получить нужную информацию даже за рулем или когда заняты руки. Если пользователь спешит по делам, ему удобнее сказать голосом несколько фраз, чем останавливаться и набирать текст. Голосовой поиск удобен для людей с ослабленным зрением. Не нужно настраивать огромную клавиатуру на девайсах. Голосовые помощники дадут ответ на любой устный запрос. Это сильно облегчает интеграцию с глобальным миром людям с ограниченными возможностями. Особенность голосового поиска в том, что чаще всего люди спрашивают, где найти какую-то услугу рядом с ними. Есть особенность. На запросы вроде «Продуктовый магазин рядом со мной» устройство выведут исключительно ближайшие к пользователю магазины. Даже если немного дальше есть опермаркет с низкими ценами, большим ассортиментом и удобным расположением. Поэтому в первую очередь продвижение в голосовом поиске полезно локальным бизнесам, где важна привязка к местоположению. Например, офлайн-магазинам и сервисам. Если человеку нужно срочно купить конкретный товар или получить услугу, голосовой помощник ускорит процесс поиска. Пользователям не нужно переходить на сайт, так как нужна информация о контактных данных и адресах. Кафе и ресторанам. Особенно в туристических районах. Если человеку нужно срочно перекусить, то выбор пойдет на ближайшее заведение. Службам доставки. Здесь тоже важна скорость. Людям необходимо все и сразу, поэтому они ищут ближайшую компанию, которая быстро доставит ресторанную еду, продукты, посылки и т.д. Такси. Для вызова такси нужна только контактная информация, поэтому выгодно попасть на первую страницу поисковой выдачи после того, как пользователь сделал голосовой ввод. Также голосовой поиск полезен онлайн-магазинам. Голосовые помощники могут добавлять товары в корзину, оформлять покупки и советовать покупателям другие товары на основании истории покупок. Например, так делает Олекс Атом Азот. Скорость и персонализация подкупают пользователей, которые экономят время. Информационным порталом. Диктовка делает проще быстрый поиск новостей, различных данных и ответов на вопросы. Голосовая оптимизация блогов, СМИ и других веб-ресурсов тоже выгодна бизнесу. Основные принципы такие же, как и в SEO. Однако есть параметры, на которые нужно обратить особое внимание. Для продвижения в голосовом поиске необходимо выполнять следующие действия. Обеспечить быстродействие и работоспособность. Скорость напрямую влияет на конверсии. Чем быстрее грузится сайт, тем выше вероятность, что пользователь не покинет его и выполнит целевое действие. У Google есть инструмент PageSpeed Insights. Он бесплатно оценивает скорость загрузки сайта и дает советы по улучшению. Что важно сделать? Избавиться от файлов, которые нагружают сайт. У нового ресурса всегда максимальная скорость. Но, например, как только он начинает наполняться фотографией в максимальном разрешении на профессиональную камеру или другим контентом, скорость тут же падает. Поэтому прежде чем начать продвижение в голосовом поиске, необходимо оптимизировать сайт по скорости. Выбрать надежный и быстрый хостинг. Без качественного хостинга будет сложно обеспечить быстродействие, высокую доступность и безопасность работы. Проблемы с хостингом могут негативно повлиять на опыт посетителей и в целом на репутацию бизнеса. Проверить возраст домена. Чем старше доменное имя, тем выше доверие поисковых систем. Такие ресурсы могут иметь преимущество в рейтинге перед более молодыми сайтами. Их чаще посещают, они лучше проиндексированы, имеют больше обратных ссылок и устойчивы к изменениям алгоритмов поисковых систем. Как только появилась мысль создать сайт, надо сразу зарегистрировать доверное имя и повесить на него заглушку. Так начнет отчитываться возраст домена. Подключить SSL-сертификат. Это электронный документ, который защищает передачу данных между браузером и веб-сервером. Он гарантирует, что данные, которые вы отправляете через интернет, останутся конфиденциальными, их не смогут изменить или подделать. Также SSL-сертификат подтверждает, что сайт соответствует требованиям надежности и безопасности. Создать быструю мобильную версию. По данным компании Electronics Hub, среднее время за экранами мобильных устройств России 48% от общего времени бодрствия. Поэтому у сайта должна быть мобильная версия. Разумеется, которая быстро грузится и работает без ошибок. Стоит разработать AMP-страницы по версии Google и Turbo-страницы по версии Яндекс. Эти технологии позволяют оптимизировать страницы мобильной версии сайта для быстрой загрузки и улучшения пользовательского опыта. Включить микроразметку схема ORG Микроразметка — это структурированные данные, которые вы добавляете в HTML-код своего веб-сайта. Так поисковый робот понимает, что именно означает каждая часть контента и предоставляет информацию пользователю. Схема, как правило, включает важную информацию о бизнесе. Часы работы, адрес, отзывы, способы связи и т.д. Существует три главных отличия голосового поиска от привычной семантики. Простые фразы. К написанию запроса в поисковой строке человек подходит осознанно, старается подобрать конкретные и правильные слова. Когда он делает запрос голосом, то изъясняется так же, как и в повседневной жизни. Поэтому для голосового поиска нужно подбирать наиболее простые словесные обороты, т.е. voice-friendly. Наличие ярко выраженного интента. Фразы голосового поиска имеют самый яркий интент. Открой, включи, найди, построй. По сравнению с фразами привычного поиска. Голосовые команды человек всегда вкладывает четкое намерение. Интент в голосовых фразах нужно выражать коротко и максимально логично. Не нужно переделывать коммерческую страницу под голосовой информационный запрос или наоборот. Не сработает. Нужно использовать максимально упрощенную и даже разговорную семантику. Длинные запросы. Устные запросы длиннее, чем письмены. Они включают большое количество дополнительных слов и хвостов. Например, где купить корм для кошки в Москве. Письменный запрос, скорее всего, будет выглядеть в два раза короче. Корм для кошки в Москве. Купить корм для кошек. Поэтому нужно добавлять в семантическое ядро полные фразы, даже если они не высокочастотные. Также при сборе семантики нужно использовать различные сокращения, запросы, которые начинаются с вопросительных слов кто, как, где, что, когда, почему. Жаргон, слэнг. Специфические выражения, которые люди применяют в общении друг с другом. Например, письменный запрос обучения в Рео Плеханова устно может звучать, как учеба в Плешке. Многие так называют известный университет. Поэтому такое бытовое название можно использовать в качестве ключевого слова. Однако обязательно учитывайте, насколько адекватно будут смотреться такие ключи в Tone of Voice вашего сайта. Чтобы оптимизировать сайт под длинные голосовые запросы, нужно собрать низкочастотные поисковые фразы. Ключи можно подобрать с помощью Яндекс.Вордстата, подбора слов и медиапланирования от Клик.Ру и других специальных сервисов. Но еще один вариант – изучить целевую аудиторию и пообщаться с клиентами. Например, можно уточнить напрямую, как они озвучивают запрос. Также найти ключевые слова можно на форумах, где люди свободно общаются и используют привычные выражения. В подготовке текстов для оптимизации сайта для голосового поиска есть нюансы. И вот некоторые из них. Оптимизируйте контент для фьючерд-сниппетс. Это быстрые ответы Google, то есть сниппеты, которые находятся в самом верху выдачи и по сути занимают нулевую позицию. Он содержит информацию, которая коротко и точно отвечает на вопрос пользователя. Пользователи обычно чаще кликают по фьючерд-сниппетс, чем по результатам поиска, расположенным сразу под сниппет. Большинство голосовых помощников распознают такие блоки и часто используют их для ответа на вопросы пользователя. Точных рекомендаций, как попасть в фьючерд-сниппетс, нет. Но в целом Google учитывает несколько сигналов. Абзацы, расширяющие конкретный запрос. Списки. Технический контент в виде HTML-таблицы. Контент, выделенный с помощью тегов. Создавайте подробный контент без воды. По статистике, средняя длина текста в топ-10 Google более 2400 слов. Длинные и подробные статьи занимают более высокие позиции. В таких лонгридах много контента, который может быть источником ответов на голосовые запросы пользователя. И вот несколько советов, которые помогут добавить глубину в контент. Используйте подзаголовки, чтобы подробнее раскрыть тему. Запишите все вопросы, на которые хотите ответить в статье, а потом ориентируйтесь на них при написании контента. Добавьте оглавление. Делайте разделы небольшими, но дающими исчерпывающую информацию. Добавьте блок вопрос-ответ в конце статьи. Контент должен содержать минимум воды и максимум конкретной информации. Избегайте бессмысленных и длинных вступлений. И помните, без качества количество никому не нужно. Важно, чтобы контентом делились. Это тоже влияет на голосовой поиск. Пишите простым языком. Среднестатистический результат голосового поиска написан на уровне чтения старших классов. Поэтому не нужно усложнять контент, чтобы смысл казался более авторитетным и убедительным. Чем проще, тем лучше. Сделайте раздел FAQ. Раздел FAQ – это оптимальная форма контента для выдачи голосовых запросов. Составьте список наиболее актуальных вопросов, которые люди задают о продукте или сервисе. На каждый вопрос дайте краткий, существенный и ясный ответ, который будет понятен всем. Локальное SEO очень важен для голосового поиска. Можно зарегистрировать компанию для голосового поиска в Яндекс.Бизнесе, Google Мой Бизнес, добавить карточку в навигатор или геот-сервис. Нужны уникальные фотографии и полезное описание компании. Сделайте акцент на удобстве и пользе для местного клиента. Главное – оперативно обновлять данные. Не стоит подходить к этому формально. Чем больше отзывов будет на компанию, тем лучше будет для ранжирования сайта в локальном поиске. Еще один нюанс. Привычные жаргонные выражения могут различаться в зависимости от региона. Это надо обязательно учитывать при продвижении бизнеса. Например, в Омской области шапку-ушанку называют обманка, а в Новосибирске – формовка. Голосовой поиск – технология, которая меняет наш мир уже сейчас. В ближайшем будущем ее популярность продолжит набирать обороты. Традиционное SEO пока никуда не уйдет, но нужно быть готовым к поиску без страниц выдачи, росту влияния простого контента, понятного искусственного интеллекта и многому другому. Идеальная страница под запрос для голосового поиска. Принадлежит авторитетному домену и имеет SSL-сертификат. Попало – фьючерд сниппет. Содержит контент с длинными разговорными вопросительными ключами. Быстро загружается и адаптирована под мобильные устройства. Содержит длинноформатный контент, который написан простым и понятным языком. Также это может быть страница с часто задаваемыми вопросами и ответами по 30-55 слов, которые оптимизированы под вопросительные ключевики и звучат естественно. У такой страницы есть все шансы понравиться роботу в качестве ответа на запрос голосового поиска. Ну а на этом у меня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok